Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Сегодня мы поговорим про американскую армию. Все мы, наверное, помним пропагандистский плакат «Ты нужен дядю Сэму!» Первый вопрос на моем канале задал такой человек, его зовут Андрей Алексон. Задал он его пару месяцев назад. Я стал собирать фактический материал, нашел даже в интернете что-то. Кстати говоря, в интернете, в американском, если вы что-то хотите узнать, не ждите, пока я сниму ролик. Берете, даже если вы английский язык не знаете, заходите на Google, переводчик, пишите запрос, вот ваш вопрос, как он должен быть, переводите на английский язык и в Google сразу запускаете поиск. И находите всю исчерпывающую информацию. Господа, учите самостоятельно работать с информацией. Вы можете найти даже больше того, что вы хотели от меня услышать, даже больше того, чем я смогу поделиться с вами. Так вот, я посмотрел несколько сайтов, а потом мне повезло, я разговаривался с одной женщиной из наших бывших соотечественниц. У нее сын уже 10 лет служит американской армией. И получилась такая очень интересная информация. Оказывается, если вы не гражданин США, но если вы приехали сюда в Америку, хорошо знаете английский язык, вы можете написать заявление в рекрутинговый центр в американскую армию, прийти туда, с вами пообщаются, запомнить какие-то формы. И если все ок, вы подписываете трехлетний контракт и идете служить в американскую армию. Мало того, что вам за это будут очень неплохо платить, после окончания вот этого самого срока службы в армии, вы получаете или грин карту, или там есть расширенные опции гражданства. Подробности я не знаю, я вам всего лишь укажу ссылочку. Сайт изначально называется goarmy.com, Я еще в описании ролика эти линки скинул. И, соответственно, дальше уже вы уже можете посмотреть. Сразу говорю, я категорически против какой-либо армии вообще. Я не литирую служить в американскую армию. Мое религиозное положение и мое религиозное воззрение на жизнь, это чистая форма буддизма, и я не приемлю насилие в какой-либо форме. Это неправильно. Поэтому то, что я сейчас рассказываю в ролике, чтобы потом господа патриоты, которые будут смотреть его, и попытаться что-то едкое и колдкое сказать в мой адрес, пожалуйста, это просто голая информация, ничего личного, только бизнес. Вот. Теперь у нас вот этот вот замечательный сайтик. Вот он замечательный, этот сайтик. Мы его открываем. Вот goarmy.com. Это у нас как бы стартовая страничка. Здесь вы можете прочитать какую-то вводную информацию, про бенефиты, то есть про оплату, зарегистрироваться, про оплату даже в онлайне можно. Вот это у нас про бенефиты. Кто что получает. Такое ощущение, что мы не в армию идем служить, а устраиваемся каким-то менеджером в какую-то компанию, где каждый чих как бы засчитан. Вот у нас ранг. Самый дешевый у нас какой-то Privat E1. Он получает у нас 18194. Вот. Или что это такое? А, 18 долларов. Блин, я вот не могу вот это понять, что вот это такое здесь написано. То есть, то ли здесь он получает 18194, то ли это 18 долларов в час. То есть, я вот не могу понять. Дальше у нас идет Privat E2 ступень, первый класс 21000, потом идет Special Corporal 23000, Sergeant 25000, Staff Sergeant 28000. Это вот 2 года experience, 4 года, 6 лет experience. Потом у нас лейтенант здесь 35000 получает, майор 52000, капитан, извините, перескочил 46000. Потом тут есть какая-то ссылочка на бонусы, В общем, короче, тут очень сложная бухгалтерия, и за каждый чих вам будет начисленная денежка. В Америке очень много идет служить будущих студентов, молодые люди из небогатых семей, у которых родители не могут обеспечить учение в дорогих колледжах, престижных. Поэтому, прослужив какое-то количество лет в армии, правительство США представляет таким людям какие-то очень серьезные, весомые льготы в поступлении именно в престижные дорогие колледжа, и очень серьезно уменьшает стоимость обучения, чуть ли не полностью берет на себя это. Тоже это вы все можете задать здесь. Дальше вот контактная информация, вот он телефончик, здесь все есть. Я все эти линки вам скину, вы можете посмотреть. Или прямо заполнить форму и написать e-mail. То есть, господа, кому это интересно, будьте добры самостоятельно сами заполнить форму и, так сказать, персонально удалите свое любопытство, чтобы не выглядело так, что я кого-то за что-то адектирую. Вот. Ну и, соответственно, если вам каким-то образом интересно на это ответят, уж будьте добры, поделитесь со мной информацией, я уже ее как-нибудь озвучу. Что касается пенсии. Вот этот вопрос тоже очень четкий. Чтобы получить хорошую пенсию после службы в армии, необходимо прослужить непрерывно 20 лет. Только тогда правительство вам определит хорошую пенсию. Если вы досрочно уйдете и не будете продлевать контракт, контракт, как правило, продлевается, по-моему, три года и пять лет контракта, что я вычтил на сайте. Значит, если вы досрочно заканчиваете контракт, не продлеваете его хоть и раньше, чем вот эта 20-летняя выслуга, то, естественно, вы получаете дулю с маслом. Какие-то денежки вам, конечно, за что-то будут платить, как ветерану. Тем более, если какие-то горячие точки. Но это совсем не те деньги, которые вы получили бы, если бы полноценно дослужили до конца. Вот это основная трагедия этих вот солдат американских. Об этом очень много роликов в интернет и на телевидении. Когда молодые люди из Америки шли служить в Ирак, в Афганистан, в другие горячие точки, прослужили там, думали, что они вернутся в Америку и им сразу золотые горы насыпят. За то, что они там 2-3 года отрубили в горячих точках. Фига с два. Надо было дослужиться до конца, и только тогда были бы вот эти вот, ну, если не золотые горы, но нормальная, хорошая, стабильная пенсия, на которой можно спокойно жить и вообще плевать потолок и о чем вообще не думать. Вот, а также я не обладаю информацией, какие идут выплаты за то, что если вам на войне оторвут руку, ногу, голову и прочие полезные органы. То есть я не знаю, как обстоят дела именно с выплатой коллегам, ветеранам, и что будет с выплатами, если вас на войне убьют, а семья захочет какие-то денежки получить. Вот он сайт, есть вопросы, пишите, задавайте лично, получите ответ, пишите мне. Вот такая информация, с которой я хотел вас ознакомить. Значит, пишите свои комментарии, пишите свои предложения, подписывайтесь на мой канал, мне всегда интересно читать вот эту обратную связь, потому что она меня немножко как бы организует и заставляет снимать все более и более интересные видео. Удачи и оставайтесь на моем канале.